В 2004 году в маленьком городке Уилмингтон, штат Иллинойс, произошла трагедия. Трехлетнюю девочку по имени Райли Фокс нашли в лесопарке мертвой. Полиция сразу заподозрила ее отца, Кевина Фокса. И хотя он сотрудничал со следствием, в какой-то момент Кевина задержали в участке и начали обвинять в убийстве дочери. Уже глубокой ночью его заставили пройти проверку на детекторе лжи, полиграфе. Затем Кевину сказали, что на полиграфе проверку он провалил. Теперь детективы были уверены. Он убийца! На утро после 14 часов допроса, давления и манипуляций Кевин не выдержал и признался в том, что похитил, изнасиловал и утопил любимую дочь. 8 месяцев он провел в тюрьме, за преступление которого не совершал. Позже нашли настоящего убийцу. Чтобы вы понимали качество работы полиции, прямо на месте преступления нашли заляпанные грязью ботинки, на которых была написана фамилия настоящего убийцы. Который, кстати, в ту же ночь ограбил дом по соседству, где обогатился 40 долларами. Но полиция это не заинтересовала. Они увлеклись психологическими играми с несчастным отцом. Местной полиции так понравилась версия отца убийцы, что они даже отменили тест на ДНК, который затребовали сотрудники ФБР. Анализ ДНК провели только через 8 месяцев. По настоянию адвокатов отца. Результат не оставил сомнения в невиновности Кевина Фокса. Его немедленно выпустили из тюрьмы и сняли с него все обвинения. А вот полиграф, наоборот, помог полицейским оказать на подозреваемого психологическое давление и выбить из него ложное признание. Распознавать ложь других для нас очень важно. От этого может зависеть наша жизнь и карьера. Поэтому люди изобретали разные версии детекторов лжи с начала времен. В некоторых племенах Африки шаман задавал человеку острые вопросы и нюхал его тело. Вспотел, говоришь неправду. Этот вкус невероятного ужеца. В Китае совали в рот сухой рис и смотрели, какой вопрос вызывает повышенное слюноотделение. В средневековой Европе якобы щупали пульс женщины, называя имена потенциальных любовников. Ну а всякие религиозные полицейские типа Святой Инквизиции вообще придумывали явно неуполнимые задания. Мы нашли ведьму, можно мы ее сожжем? Например, засунуть руку в кипяток. Обворился, значит врешь. В реке не тонешь, значит ведьма. А потом в начале 20 века появился полиграф. Это прибор, который прямо сейчас ежедневно определяет судьбы огромного количества людей. Особенно часто это происходит на родине полиграфа в США. Там с его помощью исследуют служащих федеральных госучреждений и спецслужб. А еще полицейских, пожарных, медиков, даже частных охранников. Почти в половине штатов исследование на полиграфе может использоваться в суде, хотя и с оговорками. Это огромная индустрия. Каждый год в Америке проводят больше 2 миллионов проверок. И это обходится примерно в 2 миллиарда долларов. Тем любопытнее, что во многих других странах проверки на полиграфе запрещены к использованию в суде. Из-за их недостаточной надежности. Например, в Великобритании, Австралии и Германии. В России ситуация неоднозначная. Формально тест на полиграфе не может быть доказательством в суде. Но в его действенность верят многие полицейские, следователи и судьи. А учитывая, что в России дело, которое дошло до суда, имеет почти 100% вероятность обвинительного приговора. Ну вы понимаете. Кто же прав? В конце концов, если полиграф действительно работает, его стоило бы применять всем и как можно шире. А если не работает, то почему его применяют в развитых странах вроде США и Японии? Кто-то должен ошибаться. Где-то засели мракобесы. Где же? Прежде чем разбирать полиграф, давайте поймем. А нужен нам вообще этот прибор? Может мы и так неплохо распознаем ложь? В 2008 году на эту тему вышло исследование под названием «Мир лжи». Его авторы изучали, какие признаки обычно ассоциируются враньем. Какие из этих стереотипов универсальные, а какие существуют только в отдельных культурах. Всего они опросили больше 2000 человек из 58 стран. Оказалось, что по всему миру люди уверены, что лжецы отводят глаза, нервничают беспокойно, ерзают, моргают, мычат, краснеют, говорят длинно и путано. Вот только есть одна проблема. Это неправда. Множество исследований показывают, что говорящие правду отводят взгляд не реже, чем в руны. А движения вроде почесания в затылке, мычания и бессвязанность почти не связаны с честностью. И тем не менее, нас все время учат, как с первого взгляда распознать ложь. И это очень бесит. На YouTube есть огромное количество каналов с миллионами просмотров, где такие рассуждения высасывают из пальца. Самозваные эксперты анализируют невербалику в новостях. Взгляните, политик закинул ногу на ногу, зная, сейчас будет врать. Импульсы в мозгу срабатывают и дают сигнал телу. Я хочу найти комфортную точку. И именно эти первые импульсы дают нам реальную информацию о состоянии человека, о его стрессе, о его волнении в данный момент. А вот известный человек будто бы радуется трагедией, значит он в курсе залговора. Или вот видео о том, как точно распознать, изменяет ли вам девушка или парень. На эту тему есть сериал «Обмани меня». Конечно, это художественное произведение, но там приводится много якобы научных фактов о признаках, по которым можно легко распознать ложь. Сериал даже рекламировали, как основанный на реальной науке, а в консультациях был профессор психологии Пол Экман. Лично мне очень запомнилась оттуда сцена со страусиным яйцом. Что это у вас? Детектор лжи. Древний, из Западной Африки. Подсудимому давали в руки такое яйцо. Если оно разобьется, это знак тревожности. Ваш полиграф не лучше яйца, он не различает причины волнения. И то, с какой серией я начал материться от кринжа. В 2010 году ученые поставили забавный эксперимент. Одной группе показали серию «Обмани меня», а другой серию детектива «Числа», где ловят не на лжи, а раскрывают преступления с помощью математики. Третьим не показали ничего. Затем испытуемым показали 12 интервью. Шесть содержали только правду, а в шести говорили ложь. Решили проверить. А вдруг люди, которые посмотрели «Обмани меня», переняли научные методы у вымышленного доктора Лайтмана и теперь намного лучше распознают ложь. Оказалось, что все ровно наоборот. Такие испытуемые стали больше ошибаться. Они стали более подозрительными. И чаще объявляли истинное интервью обманом. Ну а ложь отличали не лучше, чем остальные. Это похоже на эффект Даннинга-Крюгера, когда люди, которые кое-что там нахватались, отращивают большую самоуверенность. В итоге доля правильных угадываний у всех групп была около 60%. Чуть лучше случайных 50%. И надо сказать, что это относительно не такой уж плохой результат. Во многих других экспериментах по выявлению лжи люди справлялись еще хуже. Есть большой мета-анализ 2006 года. Кто лучше всех поймает лжеца? В нем обобщились 108 экспериментов на 16 тысячах людей. Авторы пытались понять, какие качества человека сильнее всего влияют на способность распознавать обман. Что это? Профессия? Опыт? Талант? Средняя доля распознанной лжи во всех этих опытах оказалась 55% в условиях бинарного выбора. То есть это всего на 5% лучше, чем случайные угадывания, если бы испытуемые просто бросали монетку. Самое смешное, что те, кого можно назвать профессиональными детекторами лжи, это полицейские, таможенники, детективы, судьи и психологи, по данным мета-анализа, распознавали ложь не лучше, чем какие-нибудь обычные студенты. Угадайте, кто справился хуже всего. Барабанная дробь? Детективы. Ты мудрый человек? Это будет вызвать интернационный инцидент. Не менее забавная профессия, которая была связана с наилучшим распознаванием обмана. Это учителя. Правда, есть нюанс. С учителями был всего один маленький эксперимент на выборке из 20 человек, поэтому уверенно сказать, что Марью Ивановну нужно натравливать на маньяков и террористов пока нельзя. Но я уже жду сериала «Айтуми» про вашу училку. Ставьте лайк, не то училка придет за вами. Она знает ваш самый страшный секрет. А как насчет личных качеств человека? Я уже предвижу комментарии в духе «А вот я сразу вижу вранье, и ты автор врешь». Спешу предостеречь от чрезмерной гордыни. Тот же мета-анализ показал, что самоуверенность человека, вера в способность всех видеть насквозь никак не влияет на результат. Поэтому даже если вы считаете себя лучшим детектором лжи, вы, скорее всего, обычный. Также не имели значения опыт образования в возрасте и пол. Все группы в мета-анализе угадывали вранье в среднем чуть лучше рандома. И это при том, что у таких экспериментов в каком-то смысле более низкий уровень сложности, чем в жизни. Обычно в тестах ровно половина информации ложь, а половина правда. И вас заранее предупреждают. Где-то тут будут обманывать. Это сильно облегчает задачу. В реальной жизни лжицы чаще всего не врут через слово. Есть только у них не мифомания, а псевдология фантастика. Да, бывают патологические лжицы, которые вообще не контролируют, что они несут. Как правило, это люди с антисоциальным, истерическим или нарциссическим расстройством личности. Обычные обманщики говорят в основном правду, примешивая к ней капельку лжи. И не предупреждают вас, когда ее ждать. Так что в реальности отличать ложь от правды может быть гораздо сложнее. Вот был бы какой-нибудь прибор. Вообще-то я давно хотел сделать видео о полиграфе, но все откладывал в долгий ящик. Однако в какой-то момент со мной связался человек, условно назовем его Сергеем. По его словам, он специалист в области физиологии, и несколько десятилетий проработал оператором полиграфа в силовых ведомствах. Он сообщил, что раскаивается. За время работы Сергей проверил тысячи людей, и многие из них в итоге сели в тюрьму. Я уже говорил, что полиграф формально не может использоваться как доказательство в суде, но это на бумаге. Со временем Сергей разуверился в действенности полиграфа, и в сообщении попросил меня разнести полиграф как следует. А еще намекнул, что ему недолго осталось жить. Я предположил, что он чем-то серьезно болен, и чтобы уважить человека, решил выпустить это видео пораньше. Надеюсь, Сергей, вы его смотрите, и у вас все в порядке. Вы скажете, ну подумаешь, анонимное письмо, Панчин вообще все выдумал. Да по улыбке видно, что врет. Поэтому держите другого разочарованного эксперта. Американец Даг Уильямс посвятил полжизни полиграфу, провел тысячи тестов для полиции Аклахома-Сити. А потом стал знаменитым критиком этой методики. Благодаря его активизму в 80-х годах в Америке даже приняли закон, который запретил частным фирмам проверять на полиграфе сотрудников. Конечно, само наличие экспертов-ренегатов ничего не доказывает. Вон был и перебежчик из НАСА, который стал ярым плоскоземельщиком. Но Уильямс не просто критикует прибор, а прямо вот в репортаже Бумберг показывает, как просто его обмануть. В 2014 году из-за подобной критики полиграфа Уильямс угодил в скандал. Он за вознаграждение учил всех желающих обманывать прибор. Агенты Министерства внутренней безопасности провели спецоперацию. Они под прикрытием обратились к Уильямсу, дескать, помоги нам обмануть полиграф, чтобы мы устроились на работу в таможне. Он согласился и сел в тюрьму на два года. Следует признать, что Уильямс действовал небезопречно. Например, агенты признались ему, что продавали наркотики, один утверждал, что вообще время работы полицейским совратил малолетнюю. И все же, то, как мы воспринимаем поступок Уильямса, явно зависит от нашей оценки эффективности полиграфа. Допустим, что прибор вообще не работает, как утверждает Уильямс. Тогда получается, что ему дали реальный срок за то, что он научил людей обманывать бесполезную железку. Я так не знаю, научить людей варить неработающий наркотик, или незаконно вооружить террористов особо крупными мягкими игрушками. Вот у меня есть лекция о защите от темных искусств, про оборону от магов. Я там рассказываю, что магии не существует, поэтому лучше защита в нее не верить. Представьте, что меня арестуют и посадят за раскрытие тайной методики, которая позволяет людям скрывать преступления от экстрасенсов-детективов. Или детективов-экстрасенсов. Зомби-нацисты, или нацисты-зомби, ну неважно. Ну а если полиграф работает, то тогда вроде бы Уильямсу вынесли справедливый приговор. Так где же истина? Как обычно, все проверяется наукой. Полиграф буквально значит многозаписывающий. Это устройство, которое подключается к человеку и отслеживает несколько физиологических параметров. Гальванический потенциал кожи, когда человек нервничает, он потеет, и электрическое сопротивление уменьшается. Пульс и частоту дыхания. В некоторых версиях таких приборов дополнительно измеряют кровяное давление, а иногда даже наблюдают за расширением зрачка, как в бегущем по лезвию. Но все люди разные, и нет единого дыхания лжи или пульса правды. Поэтому в классическом методе каждый сеанс на полиграфе начинается с калибровки. Оператор просит вас правдиво ответить на ряд невинных вопросов. Ну, грубо говоря, как вас зовут, сколько ушей у чебурашки, какой сегодня недели, работает ли гомеопатия. Ну и так далее. Я задам вам простые вопросы, вы отвечаете на них честно. Вы меня поняли? Да. Так полиграфолог устанавливает базовую линию, создает своего рода портрет вашей правды, как она выглядит на графиках. Предполагается, что произнесение лжи и только лжи создает у человека явную физиологическую реакцию. Учтается дыхание, сердцебиение, усиливается потоотделение. Но у человека нет такой уникальной специализированной реакции именно на собственную ложь. Полиграфолог на своем экране видит только одно. Человек волнуется. Эту реакцию может вызвать любой стресс. Не только из-за лжи. Ну, например, вас спросили, любите ли вы молоко? Казалось бы, простой вопрос, и вы честно отвечаете. Да. Но вы заудовались, потому что у вас от молока дикий понос. Или, может, вашу жену увел веселый молочник. Или, может быть, вас избил однажды человек, который ходил в корово-милк-бар. Да и спросить по молоку можно по-разному. Вы любите молоко? Так, так, так. Значит, молоко любите, да? Признавайтесь, любите или нет молоко? И вот у вас возникает эта неприятная ассоциация, а полиграфолог видит отклонение приборов и может тут же заключить, что вы соврали. Или не заключить. И я даже не говорю о таких стрессовых ситуациях, как смерть близкого человека или риск оказаться в тюрьме. А вас спрашивают про молоко. В результате вы под подозрением или вас уволили с молочного завода. Обидно. Это был ложный положительный результат. Вы говорили правду, а на графике получилось, что соврали. А может ли быть наоборот? Реально ли спрятать реакцию от прибора? Да легко. Во-первых, в некоторых случаях даже не нужно прилагать специальных усилий. Например, человек по складу характера нарцисс и полностью уверен в своей правоте и доблести. Живет в этой своей альтернативной реальности в этом бункере. Спросите его, а это правда, что у вас самые красивые руки, самые выразительные глаза и лучшие чувства юмора? Да, конечно, как вы узнали? Точно. Или спросите экстрасенс, настоящий он или нет. Он не стесняясь расскажет вам всю правду. Но это особые случаи, а сейчас я научу вас тому секрету, за который посадили Уильямса. Кстати, эту инфу он продавал за пару тысяч долларов, так что слушайте внимательно. Скажите спасибо тем, кто подписан на мои бусте и патреон. Гуляем за их счет. Итак, во время записи базовой линии, когда вы должны отвечать правду, представляете себе самые ужасные для вас вещи. Например, что за вами бежит Фредди Крюгер. Если вы антипрививочник, представьте кактус. Если плоскоземельщик, урок географии. Если гомеопат, меня. Тогда график вашей нормы будет выглядеть по уровню стресса примерно как ваша гипотетическая ложь. А когда придет время врать, наоборот, расслабьтесь и представьте что-нибудь приятное. Нежный прибой на пляже с пальмами, теплый вечер с пушистым котиком, пещеру с пингвинами. Правда, у полиграфолога есть некоторые приемы для того, чтобы отличать волнение от виновности. Например, по современной методике оператор может специально задать вопросы, на которые испытуемый вероятнее всего соврет. на большое хищение, а спрашивают «Брал ли ты когда-нибудь деньги без спроса?» Наверняка брал. Ля ты крыса, а! Как вариант, операторы специально просят испытуемого соврать в нескольких вопросах. В результате они могут увидеть, как на графиках выглядит невинная, не страшная, маленькая ложь и потом сравнить ее с ложью большой. Недавно я узнал о себе информацию, которая меня очень удивила. И родители моих удивила. Генетический тест показал, что я еврей. Правда, на 7,5%, но все равно. Вот не знал я этого, а тут узнал. Может, и вы живете и не подозреваете чего-то такого о себе. Вообще-то, я сделал тест еще 10 лет назад, но только на днях запросил расширенный анализ, и сделал я тест от компании Genotech. Одна из главных причин, почему я тогда выбрал именно их, они поддерживали премию Гарри Гудини, которую я помогал организовывать. Ну и в целом меня тогда интересовался наследственными заболеваниями. В итоге, просто плюнув в пробирку, я узнал, что не являюсь носителем ни одного из 127 указанных в списке генетических заболеваний. Нет во мне мутации муковисцедоза, болезни ТС-Сакса, фенилкетонерии и даже повышенного риска болезни Альцгеймера. Теперь можно спокойно размножаться. Подумал я, но пока не стал. Время еще не пришло. Но вообще, это самое ценное, ради чего я считаю, такой тест нужно делать. Зная о носительстве вредных мутаций, можно планировать ЭКО с фенатальной диагностикой и избежать страшных заболеваний у детей. Подробно об этом я рассказывал в видео про генетические тесты. Но я не рассказывал, где их можно пройти. Генетический паспорт компании Генотек это ДНК Тест 6 в 1. Он анализирует не только упомянутые риски заболеваний, но и происхождение, связанное с питанием генетические особенности вроде предрасположенности к непереносимости вактозы, наличие предрасположенности к определенным видам физической активности, а еще в него входит консультация с врачом-генетиком. Хотя тест на болезнь на мой взгляд самый важный, многих интересует графа происхождения. Не все знают хорошо свою генеалогию, а даже те, кто вроде давно все при себя выяснил, могут ждать сюрпризы. Также интересен пункт про лекарства. Сделав тест, можно узнать, если у вас повышенный риск побочных эффектов или сниженной эффективности при лечении. У меня такое лекарство аспирин. А еще тест может помочь найти родственников. Я поставил галочку, что меня можно искать. Кто знает, может быть с кем-то из вас мы родственники. Найдемся. Вообще генетический тест классный подарок. А если вы пара, можно подарить такой тест друг другу, особенно если вы озадачены вопросами деторождения. Кстати, с моим промокодом PUNCHIN это будет не только интересно и полезно, но еще и выгодно. Так что не откладывайте на потом, узнайте себе то, что может изменить вашу жизнь. Но даже эти методы можно обмануть. Был такой знаменитый двойной агент КГБ Олдрич Эймс. Он много лет работал в ЦРУ и несколько раз успешно обманыв полиграф. В интервью он раскрыл супер сложный метод, который ему подсказали его кремлевские кураторы. Хорошо выспитесь, позавтракайте, приходите расслабленным, а самое главное подружитесь с оператором. Пошутите, включите обаяние, убедите его, что для вас этот тест простая формальность. И это еще одна огромная проблема полиграфа. Дело в том, что прибор не выдает каких-то определенных результатов. Нет какой-то красной линии, за которой однозначно загорится лампочка ложь. Все решения в итоге принимает человек, опираясь на свой опыт и чутье. И он же выбирает вопросы и направляет ход интервью. А значит, он может как вызвать у вас стресс, так и успокоить. Это не очень здорово, ведь все, что тест измеряет, это степень вашего волнения. Представьте, что кто-то нежно говорит вам «Я тебя убью, я тебя убью». Вроде умноваться не надо, а потом вдруг «Я тебя люблю, люблю тебя». И сразу стресс, то есть даже от интонации вопроса или утверждения может зависеть результат. Ставьте лайк, ставьте лайк, ставьте лайк. Но операторы уж точно не предвзяты, а значит, если взять сырые данные проверок на полиграфе и показать их множество независимых экспертов-полиграфологов, их мнения совпадут. Совпадут же, ну должны же совпасть. Но у меня для вас есть потрясающая штука. Это секретный документ ЦРУ. Называется «Стабильность результатов полиграфа у разных операторов». Он уже рассекречен, если что, все как полагается, с замазанными секретными словами, ну и так далее. Это выводы по итогам эксперимента. В нем взяли 30 человек, мужчин и женщин, и полиграфологи провели с ними 80 с лишним тестов. Если что, это были реальные расследования ЦРУ. Потому и, собственно, замазаны. Ну а потом полученные на полиграфе данные стали рассылать другим полиграфологам. Те ничего не знали, ни что сказали испытуемые, ни результат расследования, ни мнений других экспертов. Даже сами вопросы им не показывали. Специалисты попросили определить одну простую вещь. Какие ответы вызвали сильную эмоциональную реакцию? То есть, какие ответы они бы пометили как возможную ложь? Таких опросов сделали больше четырех тысяч. И вот результат. На абсолютно одинаковых данных совпадение между вердиктами полиграфологов было не более 70%. Обратите внимание, 70% это не результаты полиграфа, это не точность определения лжи. Это то, насколько часто эксперты соглашались друг с другом в самых базовых оценках. Это примерно два раза из трех, поэтому в отчете ЦРУ и резюмируют, что результаты очень плохие. Тут надо понять одну вещь. Если у вас надежность методики, то есть стабильность результатов менее 70%, то в реальности точность определения лжи не может быть выше этого уровня. А это без учета того, что волнение, которое детектирует прибор, не всегда связано с попытками соврать. Когда я начал углубляться в тему полиграфов, меня поразила одна вещь. Учитывая то, как много проводится в мире тестирования на полиграфе, какая вокруг этого большая индустрия, как активно его применяют государства, спецслужбы и крупные корпорации, насколько это важно для людей, когда на кону их карьера и порой свобода, где научные исследования? Где они? Их должно быть много, просто море, очень много, но их подозрительно мало. И те исследования, что опубликованы в научных журналах, обычно низкого качества или с очень маленькой выборкой. Вот пример, еще, кстати, не самый худший, статья 1993 года. Вообще-то, ее авторы рассуждали довольно здраво. Они заметили, что во множестве исследований у полиграфа низкая точность и предложили объяснение. Лжецы во время научных проверок не боятся разоблачения, так как врут по поводу придуманных преступлений, а не настоящих. Оттого и нет яркой эмоциональной реакции. Чтобы это исправить, участников попросили рассказать о себе очень постыдную правду, какую-то неловкую историю из прошлого. Каждый по очереди вспоминает самую постыдную историю своей жизни и рассказывает уважаемой публике. Неплохо. А дальше на полиграфе их попросили соврать, отрицая свою неловкую историю. Или ответить честно, что не участвовали в постыдной истории другого участника. При этом оператор полиграфа не знал где, чья история, а участникам пообещали награду, если их не разоблачат. То есть повысили ставки. И вроде бы получилось, авторы пишут, что при этих условиях полиграф работал немного лучше, чем в других исследованиях. Целых 78% правильной классификации. Увы, у этой работы крочная выборка всего 23 человека. Итак, сплошь и рядом. Маленькие исследования и не очень впечатляющие выводы. В 2003 году Национальная Академия Наук США собрала целый комитет, чтобы разобрать претензии к полиграфу. По результатам вышел отчет на 400 страниц, выводы которого были крайне негативными. Вот лишь некоторые моменты из заключений. Во-первых, нет никакой теоретической базы, которая бы объяснила, почему полиграф распознает именно ложь. За этим согласна и Американская Психологическая Ассоциация. Нет никаких свидетельств к тому, что какое-либо сочетание физиологических реакций уникально именно для лжи. Во-вторых, исследование в пользу валидности полиграфа очень низкого качества. Его используют почти 100 лет, а наука о нем почти не продвинулась вперед. Как по мне, это очень подозрительно. В-третьих, проведенных экспериментах ситуация допроса очень сильно отличается от того, как допрашивают реальных преступников, чья судьба действительно висит на волоске. И, наконец, даже в тех отдельных случаях, когда полиграф и принес пользу, например, помог выудить признание из-за истинного преступника, его роль мало чем отличалась от фальшивой машины с лампочками. Сила полиграфа по большей части в том, что люди в него верят и боятся врать датчики на теле. Известной стала фраза председателя этого комитета Стивена Финберга «Тестирование на полиграфе стало золотым стандартом». Но очевидно, что это золото фальшивое. Добавим к этому отчет ЦРУ, и картина становится довольно однозначной. Но защитники полиграфа не сдаются. Вообще-то не только у нас надежностью все плохо. Даже врачи в некоторых областях медицины могут не сходиться в диагнозе. Что теперь, медицину отменить? Но проблема в том, что по результатам диагноза с применением полиграфа вас могут осадить в тюрьму или принять за шпиона или уволить с работы. Для такого теста 3 из 5, 7 из 10 и даже 90 из 100 не годится. Нужна точность как можно ближе к 100%. И тут очень важно сказать о еще одной проблеме полиграфа, которую подчеркнула комиссия Американской Академии Наук. Дело в том, что многие госслужбы используют это тестирование для выявления иностранных шпионов. Например, Министерство энергетики США так отбирает кандидатов для работы на атомных объектах. «С реактором проблема? Ваши действия?» «Проблемы с реактором? Мы все умрем!» Так вот, авторы отчета предложили мысленный эксперимент. Допустим, у вас есть 10 тысяч сотрудников госорганов и среди них спрятались 10 шпионов. Будем щедрене полиграфу и скажем, что он выявляет ложь в 90% случаев. В этом случае вам придется заподозрить больше полутора тысяч человек. Да, среди них будет 8 из 10 шпионов. Но мало того, что двоих вы упустили, как вам отыскать эту вот омерзительную восьмерку среди полутора тысяч лояльных служащих? Это же иголка в стоге сена. Но допустим, вы поняли, что это нереально. Давайте тогда брать под колпак только сотрудников с самыми плохими результатами теста. Так, чтобы под подозрением оказались всего 40 человек из 10 тысяч. Можно даже их всех, собственно, уволить от греха подальше. Но вот беда. Согласно подсчетам авторов, в эти 40 попадут всего 2 шпиона, а остальные 8 продолжат воровать секреты и саботировать работу. Когда полиграф использует в уголовных делах, эта проблема не так заметна. Там среди проверяемых довольно много настоящих преступников. Поэтому даже если тест неточный, он будет чаще попадать в цель. А вот шпионы встречаются очень редко, поэтому шанс полиграфолога ложно обвинить человека гораздо выше, чем найти шпиона. На каждое попадание будет приходиться 200 промахов. И это, если допустить, что точность полиграфа достигает 90%, а мы уже говорили, что в экспериментах она гораздо ниже, ближе к 60-70%. Короче, использовать полиграф для поиска шпионов и террористов или проверять кандидатов на ответственную вакансию просто непрактично. И это подтверждалось на практике. Например, тот самый крот Советского Союза в ЦРУ Олдрич Эймс, который советовал перед проверкой выспаться и подружиться с оператором, дважды успешно проходил тесты на полиграфе. При этом Эймс успел сдать КГБшникам всех агентов, которые знал, сорвал больше 100 операций и получил за это больше 4 миллионов долларов. Он успешно скрывал от ЦРУ брак с колумбийской женой, пьянствовал и проваливал задания. Покупал за наличные шикарные дома, машины и костюмы и даже нанимал слуг. Его базовые расходы во много раз превышали официальную зарплату. И, несмотря на это, для его поимки потребовалось 8 лет. Поэтому, когда вы слышите истории про всезнающие, всевидящие спецслужбы, не всегда стоит им верить. В отчете Американской Академии Наук есть очень важная формулировка. Нет оснований ожидать, что проверка на полиграфе может иметь крайне высокую точность. И действительно нужна крайне высокая точность, чтобы считать проверку на полиграфе беспристрастной научной экспертизой, по результатам которой можно выносить человеку приговор. Ниже 10%, ни 80%, даже не 95%, а выше. Иначе из раза в раз будут случаться драмы вроде истории с отцом Райли Фокс. Тогда полицейские пошли легким путем и сломали невинному человеку жизнь. Лежим получить палку за раскрытие какого-то дела. Это как тест на вегана, который я вот только что придумал. Он называется мясо в холодильнике. Можете применить его какому-нибудь знакомому. Логика простая. У веганов мяса в холодильнике, как правило, нет, ведь они его не едят. Но мясо там может не быть и по другой причине. Например, если мнимый веган все мясо уже слопал. Или в холодильнике можешь взять мясо соседа. Ну, в смысле, что оно куплено соседом. То есть, короче, в общем, все неоднозначно. И хотя критика в адрес отчета Академии наук существует с 2003 года, его до сегодняшнего дня так никто и не проверил. Твердых доказательств эффективности полиграфа все еще не появилось. И это редкие случаи, когда документ ЦРУ выглядит научнее, чем любые научные публикации по теме. Кстати, о ЦРУ процитирую эксперта-полиграфолога ЦРУ Джона Салливана. Полиграф это больше искусство, чем наука, и если нет прямого признания, его результаты можно скорее назвать высоконаучным тычком в небо. А вот же сказал бывший директор ЦРУ Джон Дэйч. То, насколько ЦРУ верит в полиграф, это чистое безумие. Чего мы хотим от полиграфа? Чтобы беспристрастная машина рассудила людей. Про это есть интересная история. Был такой американец Молтон Марстон, который называл себя отцом полиграфа. Во многом благодаря ему приборы стали использовать по всем Соединенным Штатам. Но еще Марстон известен тем, что создал персонажа комиксов Чудо-женщину. Главное оружие этой амазонки Лассо-Истины. Если им зарканить человека, то он будет говорить только правду. Вообще с этим персонажем связано много интересного. Марстон был солидарен с феминистками и сделал Чудо-женщину достойным аналогом Супермена. Ну, чтобы девочкам было на кого равняться. Но в то же время он был увлечен БДСМ. И в комиксе то супергероиня связывала врагов и доминировала над ними, то наоборот. Так вот, полиграф должен был стать таким вот Лассо-Истины, а превратился в Лассо-Товарища-Майора. Но что если истинное Лассо-Истины всё-таки можно создать? Например, в отчёте Американской психологической ассоциации упоминаются исследования, где пытались детектировать ложь с помощью томографа. При этом некоторые учёные утверждают, что обнаружили определённые области в мозге, которые активируются именно в ответ на акт по изнесению лжи. Пока этот метод не очень удобен и не то чтобы точно работает, но что если получится? Можно вспомнить один любопытный эксперимент, который провели в 2011 году. Взяли 330 кандидатов в присяжные, им раздали анкеты, где утверждалось, что подсудимый врёт, причём якобы это подтвердил научный тест. Для одних присяжных этим тестом был полиграф, для других аппарат функционально-магнитно-резонансной томографии, а для третьих замеры температуры лица. В результате чаще всего обвинительные решения выносили присяжные, у которых ложь подтвердил аппарат ФМРТ. Из этого вытекает вывод, чем наукообразнее звучит тест, тем он убедительнее для окружающих. Так что, если кто-то придумает новый высоконаучный детектор лжи, его будет несложно продать обществу, как в своё время сделали создатели полиграфа. Причём есть опасения, что никого не остановят, если за прибором не будет твёрдой науки. А пока одни ищут истинных данных ФМРТ лжецов, другие разрабатывают детекты лжи по ЭЭГ электроэнцефалограмме. Для считывания ЭЭГ человеку надевают на голову электроды, которые приблизительно измеряют активность в разных отделах головного мозга. Авторы одной работы обучили искусственный интеллект на огромном количестве измерений точности определения лжи. Правда, методика проверки у них была странная. В тесте людей просили давать неправильные ответы на базовые вопросы типа где родился, где учился, как зовут папу, маму, какой номер паспорта, где живёшь. Поэтому их результаты могут объясняться чем-то другим. Вполне возможно, что авторы статьи на самом деле создали детектор фантазии. Ведь испытуемые выдумывали неправильные ответы. Наконец в 2023 году вышла статья, где предложили применять ИИ, то есть искусственный интеллект, для обнаружения обмана по выражению лица. Негасеть обучали на больших массивах данных распознавать ложь по микроизменениям в мимике лица. Прямо как в сериале Обмани меня, только с помощью компьютера. Авторы утверждают, что уже добились точности в 70%. К этой статье, конечно, тоже есть вопросы. Как минимум потому, что они обучали сеть на видеозаписях заседания суда с сайта Innocence Project. Это ресурс про людей, которых неправомирно осудили, а потом оправдали. Вроде звучит здорово исправление ошибок правосудия, но это дело хорошее. С другой стороны, часто это очень спорные дела, в которых порой не поймешь, в каком случае суд был прав, а в каком случае ошибался. Да и создал этот сайт тот самый адвокат, который помог оправдать Ольджа Симпсона. Возможно, показания Ольги Симпсона были бы поданы на нейросети как правдивые. А еще создатели этого метода делают довольно пугающие заявления. Они говорят, проблема в том, что люди знают, когда их проверяют на ложь и могут отказаться от исследования на полиграфе, а мы будем набирать за человеком 24 часа в сутки без его ведома. Так можно собрать сколько угодно данных о конкретном человеке и научиться идеально отличать его правду от его лжи. Тут я вспоминаю, что уже есть эффективные программы, которые усиливают микродвижения у человека и делают их заметными даже на большом расстоянии. Набир показывают дышать ли младенец, визуально усиливая расширение груди и румянец на коже. Также можно вытащить из видеосигнала с рецебиением взрослого, а значит можно измерить пульс и частоту дыхания оратора на трибуне или из человека у окошка погранконтроля. Звучит очень антиутопично, ведь HD-камеры уже висят на каждом шагу. Зашел в магазин, сказал, опять горячую воду отключили, обожаю наше государство, а система распознала. Это была саркассическая ремарка, то есть вранье, 15 суток этому господину. Не хочу вас пугать, но в аэропортах уже устанавливают системы, которые распознают ложь по мимике. Их тестировали бежим, в том числе беженцам, и на основе анализа выражений их лица назначает им рейтинг подозрительности. При этом критики отмечают, что систему почти не проверяли, а обучалась она только на белых европейцах. В итоге ее точность очень низкая, и она будет только запутывать настоящих таможенников. Или, как в случае с убийством Райли Фокс, даст им повод, не вдаваясь в детали, обвинить человека во всех смертных грехах. Выходит, что независимо от научности полиграфа и других подобных устройств, в будущем нас вполне могут начать проверять на ложь без нашего ведома, автоматически и на расстоянии, и не обязательно на основе научных методов. Но до этого нужно еще дожить, а сейчас можно уверенно сказать, что пока надежного детектора лжи никто еще не создал. Поэтому давайте начнем с того, что перестанем называть полиграф детектором лжи, и не будем использовать его не по назначению, особенно в тех случаях, когда это может сломать чью-то судьбу, как в тех странах, где запретили использование полиграфа в качестве доказательства в суде или для проверки на собеседование. А еще нам нужно признать, что мы сами очень плохо распознаем ложь, лишь немногим лучше, чем случайный бросок монетки. И те, кто гордятся умением распознавать вранье с первого взгляда, прежде всего ворут сами себе. Чаще всего это просто подозрительные люди, которые видят ложь повсюду, даже в чистой правде. Сразу вспоминается, сколько раз раскрывали мою ложь, что я агент фармкомпании, алкомафии, масонов, Монсанто, Газдепа и даже Кремля. Таким людям я хотел бы кое-что напомнить. Согласно исследованиям, самые недоверчивые и подозрительные личности как ни парадоксально гораздо более уязвимые для мошенников из-за дефицита социального интеллекта. Поэтому не ищите ложь всегда везде и во всем, а лучше учитесь обнаруживать, когда вы сами себя обманываете, распознаваете свои соблуждения и ошибки мышления. Над этим мы и работаем на нашем канале. Например, в видео про научный метод мы разбирали способы, с помощью которых ученые защищают эксперименты от собственных заблуждений. Смотрите нас, подписывайтесь и ставьте лайки. Ну и конечно огромное спасибо всем, кто поддерживает мой канал на Бусти и Патреон, ну и в качестве спонсоров на Ютюбе. Благодаря вам я могу разоблачать мифы и рассказывать правду. Честно-честно. А сейчас перед вами список замечательных людей, благодаря которым мы можем продолжать регулярно выпускать новые видео. А если вам нравится то, что я делаю, но вы еще не успели меня поддержать, то смело переходите по ссылке в описании к этому ролику и оформите небольшое научное пожертвование. Это поможет мне выпускать качественные ролики регулярно и пережить турбулентности, связанные с работой Ютюб в России. Большое вам всем спасибо.